Мир не стоит на месте, все меняется. Ежедневно в нашей жизни появляется все больше новых технологий и инноваций. Их нельзя игнорировать. В эфире программа НДС, и сегодня мы поговорим о цифровой экономике и новинках в мире техники. Криптовалюта – неотъемлемая часть цифровой экономики. Она ворвалась в нашу жизнь с поистине космической скоростью. Еще год назад о цифровых активах знал лишь узкий круг профессионалов. Сегодня же понятие биткоин знакомо практически каждому, но не все знают, в чем его суть. В рубрике «Ликбез» мы попробуем объяснить, что это за криптовалюта. Биткоин – это самая первая в мире децентрализованная цифровая криптовалюта, созданная и работающая только в сети интернет. По своей сути, она ничем не отличается от всех ранее созданных электронных валют и платежных систем и выполняет те же самые функции. Криптовалюта или подобные валюты, они точно так же могут храниться на счетах у клиентов, у людей, которые расплачиваться точно так же могут и в каких-то магазинах, и в интернет-магазинах оплачивать услуги, товары. Но у криптовалюты есть свои особенности. Вся транзакция записывается в базу данных, которая называется блокчейн. Традиционные базы данных, в которых мы привыкли хранить информацию, довольно уязвимы. К ним можно подобрать пароль, взломать или вывести из строя сервер. И все это приведет к серьезным информационным и финансовым потерям. Блокчейн взломать гораздо сложнее, так как информация хранится у всех участников сети одновременно. Вычисление или получение очередной порции биткоинов или каких-то других элементов криптовалюты – это процесс нецентрализованный. Мы не можем однозначно определить, где был получен очередной биткоин. Это первый момент. Второй момент – нет никакой информации о том, кому этот биткоин принадлежит. То есть ни фамилий, ни адресов, ни имен. Цена цифровой монеты биткоин регулируется исключительно рыночным спросом и предложением. То есть тем, какую ценность вкладывают в нее сами люди. Этим и объясняются резкие скачки курса. Эта валюта не печатается центральным банком и не работает по его правилам. И если банки могут выпустить сколько угодно денег, чтобы покрыть государственный долг, то биткоин называют цифровым золотом и не без оснований. Алгоритм вычисления вот этих, скажем, цепочки, вот этих блоков, которые составляют цепочку блоков, да, и составляют, по сути, валюту биткоин, да, и подобные валюты. Этот набор, он очень ограничен. Вернее, не очень ограничен, он просто ограничен. То есть мы не можем бесконечно генерировать биткоины. Максимальное количество биткоинов, которые мы можем получить – 21 миллион. Но даже получение одного – это нелегкий труд. И чем дальше идет этот процесс добычи, тем сложнее становится вычислять эту криптовалюту. Если раньше технологии у людей ассоциировались с чем-то сложным, то теперь мы видим инновационные решения практически во всех областях жизнедеятельности человечества. И все они направлены на то, чтобы облегчить нам жизнь. И прямое тому доказательство – производители бытовой техники. Сергей, начнем с нашего традиционного вопроса. Расскажите, почему вы выбрали именно такую сферу деятельности, почему именно «Редмонд»? Сфера торговли – это общение с людьми. Это достаточно очень интересно. Компания «Редмонд» – это достаточно весомый представитель по выпуску средней бытовой техники. А поскольку я люблю готовить, соответственно, мне это очень интересно. Сергей, расскажите, какие модели мультиварок сейчас особо популярны у саровчан? Могу обратить ваше внимание на с виду вроде простейшей мультиварки, которая достаточно давно, эта форма достаточно давно существует уже на рынке. Но у нее есть свои маленькие особенности. У нее есть управление в программе «Редди фоскай», то есть дистанционное управление. Мы закачиваем программу в телефон, любой смарт, любой планшет и можем дистанционно управлять процессом приготовления, выбором программ в этой мультиварке. Также у нас присутствуют и уже индукционные мультиварки, то есть принцип приготовления, принцип индукционный, то есть это достаточно высокого качества модели. Есть модели, которые для тех, кто любит наблюдать, как у них все готовится. С большим иллюминатором в крышке, который позволяет контролировать приготовление процесса пищи. Но это еще не предел. Компания выпускает и достаточно большие модели по объему мультиварок, которые предназначены как для малых кафе, но также население города Саров и в округе использует ее на дачах для использования заготовок. Какая из представленных моделей все-таки наиболее популярна у нашего населения? Я работаю в данном магазине с декабря 2014 года и могу сказать с уверенностью, что на сегодняшний день одна из популярных моделей в нашем городе – это модель М90. Что изначально заинтересовало в этой модели наших хозяек – это удобство и простота извлечения чаши. Это одна из первых моделей, у которых компания предложила чашу с ручками. Но Redmond – это не только хорошие мультиварки. Компания старается удовлетворить потребности самого взыскательного покупателя. Блендеры, тостеры, большой выбор чайников с функцией термопода. Главный цель компании – помочь хозяйкам освободить себе время для любимых занятий. Поэтому Redmond предлагает и большой ассортимент товаров для дома. Сейчас очень популярен мойщик окон, который позволяет облегчить труд с большими витражами, с большими окнами. Они автоматически управляемы. Также управляются с Ready for Sky, то есть с сотовых телефонов. Можно просто сидеть в кресле, смотреть телевизор и контролировать по телефону, как ваш робот-мойщик моет ваши окна. На сегодняшний день самым популярным изделием нашей компании является мультипекари. В данный момент у нас представлены две серии – это шестая и седьмая серия мультипекари, которые позволяют, не покупая большое количество самих аппаратов, а меняя только насадки, увеличить то количество разновидностей печенья, разных плюшек, пряников и так далее в одной машине. Все это легко и снимается. То есть панельки все съемные, можно всегда их помыть, почистить и поставить другие панели. В технике от компании Redmond находят отражение достижения новейших технологий и инноваций в области электроники. Поэтому их мясорубки считаются одними из самых мощных на рынке. Все кофеварки имеют подогревающий столик, но и это еще не все. На сегодняшний день также представлена новая разработка нашей компании – кухонная машина, которая включает мечту всех домохозяек. Это минимализм, но при этом максимальное удобство. Планетарный миксер, мясорубка, вертикальный миксер. Также в комплекте есть овощерезка и также достаточно большое разнообразие насадок для приготовления макарон. Есть определенные новшества и в разделе мультиварок. Данная модель у нас рассчитана на две чаши. Она также управляется по программе Ready for Sky и позволяет одновременно готовить два разных блюда. Компания Redmond ежемесячно проводит акции разного рода. Скидочные программы присутствуют практически на все товары нашего магазина. В этом месяце у нас будут скидки приуроченные к Масленицу, Дню Влюбленных, Дню Защитника Отечества. Поэтому мы всегда рады видеть наших горожан в нашем магазине. Магазин Redmond. Торговый центр Куба. Первый этаж. Искусственный интеллект, дополненная реальность криптовалюты и, конечно, блокчейн. Все эти сферы пользовались особой популярностью в стартап-среде в том году. Часть из них останется на хайпе в 2018-м. Мы подготовили для вас топ-3 лучших бизнес-идей, которые уже вызвали у инвесторов большой интерес. Первый стартап из области медицины. MySpecial AflacDuck. Это проект для больных раком детей. Это робот, который внешне похож на забавную плюшевую уточку и должен помочь маленьким пациентам на сложном пути к исцелению. Функционал робота тщательно продуман. Можно активировать звуки спокойных ударов сердца, слушая которые ребенок лучше засыпает. Компаньон умеет издавать успокаивающие звуки леса и океана и воспроизводит комплекс дыхательных упражнений, обучая маленького хозяина медитативным расслабляющим техникам, что, в свою очередь, помогает преодолеть боль и волнение. Как известно, дети боятся уколов. А если процедуры сопровождаются болезненными ощущениями, то ребятишки и вовсе могут впасть в истерику. Ученые нашли оригинальный способ решения этой проблемы. Медперсонал сначала делает укол уточки с помощью особого шприца, активирующего ряд движений и звуков. Наблюдая за смешным недовольством и стойкостью кряквы, малыш успокаивается и соглашается на процедуры. Второй стартап получил название «Крипт». Это приложение, которое использует технологии искусственного интеллекта, чтобы помочь пользователям с управлением криптоактивами на различных биржах. Почему создатели считают, что их стартап зайдет? С увеличением популярности криптовалют все больше людей рассматривают их как инвестиционные активы. Но удобных инструментов для управления вложениями в биткоины на рынке практически нет. И закрывает наш ТОП-3 приложение «Пилигрим-21». Благодаря ему при помощи смартфона туристы смогут увидеть исчезнувшие архитектурные шедевры и исторические события в реальном времени и пространстве. Сервис ориентирован на массовый рынок и адаптирован под различные модификации недорогих АА и ВИА-шлемов. Хотите вы этого или нет, но научный прогресс ежедневно настигает нас и вторгается в нашу жизнь без всякого разрешения. И не стоит бояться изменений и чего-то нового. Как правило, инновации делают нашу жизнь намного лучше. В эфире была программа НДС. Я ее ведущая Мария Рунич. До встречи на канале 16. Редактор субтитров А.Семкин